Под громкие аплодисменты, немного смущаясь, начальник цеха сетей и подстанций Борис Фазулин поднимается на сцену. Получить награду из рук главного человека в ядерном оружейном комплексе Ивана Каменских для него особая честь. Уже позже в интервью Борис Набиулинович признается, получать похвалу за свою работу для него всегда волнительно. Хотя достижений цеха сетей и подстанций только в этом году столько, что даже перечислить все сложно. Мы за последние годы достигли таких успехов в реструктуризации нашего цеха, что в общем-то нам не стыдно. Я бы даже сказал, что мы занимаем лидирующие позиции по освоению новой техники среди энергетиков всей страны. У нас есть такие наработки, которых нет ни у кого. Более 50 работников маяка в юбилейный для предприятия день получили награды от правительства, руководства Росатома и самого атомного первенца. Среди награжденных слесарей по КПА, аппаратчики, люди, обслуживающие реактор и представители еще десятка профессий. В день 70-летия маяка все они сменили спецодежду на деловые костюмы. Для многих маяк едва ли не самая значимая часть жизни. Маяк – это жизнь. Это сила, это значит безопасность, качество, надежность. Маяк – это моя жизнь. Все, я пришел в 18 лет и ушел в седьмом году. Ровно 50 лет проработал на комбинате. Среди гостей, которых можно было заметить на праздновании юбилея. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель законодательного собрания Владимир Мякуш, руководители более десятка предприятий Росатома и глава госкорпорации Алексей Лихачев. В Озерск он приехал, чтобы лично передать напутствие лучшим сотрудникам маяка. Кроме того, Алексей Лихачев наградил пятерых маяковцев государственными наградами, а одному передал благодарность президента России. Почетное звание «Заслуженный работник атомной отрасли» присвоено четырем специалистам предприятия. А самой весомой для маяка стала награда за вклад в укрепление обороноспособности страны и развитие атомной отрасли России. Знак отличия – академик Игорь Васильевич Курчатов в первой степени. Маяк стал первым в истории предприятием, удостоенным такой награды. Знак отличия на знамя предприятия Алексей Лихачев прикрепил лично. Нет еще ни одного предприятия в отрасли, у которого бы на знамени был знак – академик Курчатов в первой степени. Это 70-летие вообще ядерного паритета. Да, есть известная дата – 29 августа, 49-го года, испытания в Палатинске, но никого бы искали не было, если бы рука Курчатова тогда не увела на плановую работу. Поэтому 70 лет назад здесь было создано то, что хранит мир во всем мире. Я надеюсь, будет хранить еще многие-многие, даже не десятилетия, а столетия. Празднование 70-летия Маяка закончится общегородским концертом с выступлением звезд российской эстрады и ярким салютом. Праздник состоится уже в эту субботу на стадионе Труд. Артем Шеварин, Алексей Лазарев, информационный центр производственного объединения Маяк.